Привет зритель! Ставим лайки и поехали! Из-за съемок мальчику пришлось пропустить почти весь первый класс, но в нем открылся такой талант, который впечатлил даже Машкова, который предложил ему участвовать в картине «Сирота Казанская». Помощник режиссера выбрала его среди других первоклассников для съемок в Яралаше. Правда, в Яралаш его так и не утвердили, зато фото попали к Павлу Чухраю. Он как раз искал исполнителя на главную роль мальчика Саньки в свою новую картину «Вор». Голубоглазый мальчик с трогательной челкой сразу понравился режиссеру, и Миша был утвержден. Картина рассказывала драматическую историю одной семьи в послевоенные годы. Главные роли помимо Миши Филипчука сыграли Владимир Машков и Екатерина Редникова. И все-таки не отличная игра знаменитых актеров, а именно детская непосредственность, помноженная на несомненный актерский талант Миши Филипчука, способствовали огромному успеху фильма. Фильм собрал множество самых различных наград. Он был даже номинирован на «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм». Не обошли стороной и Мишу. Правда, на 54-м международном венецианском фестивале из-за возрастного цен за приза он не получил. Зато был отмечен наградами на фестивале в Таллине в 1998 году и на фестивале «Созвездие 97». После нескольких успешных ролей в кино Михаил неожиданно пропал с телевидения. Оказывается, еще с юных лет он понял, что играть и прикидываться другими людьми – это не то, чем бы он хотел заниматься всю жизнь. Филипчук закончил золотой медалью гимназию в Краснознаменске и, получив высшее образование, стал дипломированным бизнес-консультантом. Несколько лет назад Филипчук уехал в Сан-Франциско и устроился работать программистом. Сейчас парень неплохо зарабатывает и тратит деньги на путешествия по миру. Недавно Михаилу исполнилось 30 лет, и пока он не обзавелся семьей. Он редко бывает в России и не любит давать интервью журналистам, вспоминая свое киношное прошлое. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал Канал.